Отец Игорь, здравствуйте! Спасибо, что приехали к нам на программу. Хочу прежде всего поблагодарить наших телезрителей за вопросы, которые вы присылаете к нам в программу. Поверьте, они нам очень нужны. Опираясь на ваше мнение, ваше пожелание, мы формируем тематический фундамент нашей программы. Отец Игорь, на днях православные по всему миру отметили 1025-летие Крещения Руси. Праздник очень важный, очень значительный. Отмечался широко. И мне бы хотелось привести в этом случае, на мой взгляд, очень хорошую цитату Льва Гумилева, если позволите. «Крещение дало нашим предкам высшую свободу, свободу выбора между добром и злом, а победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю». Ну, как говорится, точнее не скажешь. Очень рельефное выражение. Но если все-таки попытаться, вот на мгновение задуматься, что бы сейчас представляла наша страна, наш народ, наша ментальность, если бы христианская вера нас миновала? Может быть, некорректный вопрос, но мне интересно было бы узнать ваше мнение. По правде говоря, конечно же, не мое дело заниматься с такими размышлениями, что было бы в том случае, если бы было не так, как сложилось. Но, поступая вашему вопросу, попытаюсь вместе с вами в вашем присутствии представить, что легло, что, может быть, ляжет по этому вопросу на мою душу. Я думаю, что в первую очередь бы мир бы, цивилизованный мир бы не увидел на этой части суши, которая наживается Россией, Русью, того феномена, который есть, который, несомненно, присутствует, который, независимо от своего степени экономического развития, но является той константой в мире, в первую очередь, духовной, которая признается всеми и с которой вынуждены вступать, с этой константой духовной вынуждены признавать и принимать его внимание. Потому что она все-таки формирует жизнь наших с вами сограждан. Вольно или невольно. Крещение Руси, воцерковление прекрасного народа в лоне православия, оно дало феномен, наверное, никогда бы не было феномена русской души, никогда бы не было тех гений, которые дала миру наша с вами земля. Можно предположить, что, наверное, если бы мы закоснели в язычестве, или бы, быть может, мы избрали бы иную форму поклонения Богу, который сейчас господствует в странах Востока, Дальнего, Ближнего, Среднего, мы, наверное, были бы о чем-то подобны им. Но, очевидно, мы утратили свою самобытность. Я думаю, не то чтобы даже, может быть, утратили, мы бы ее, наверное, и не проявили. А здесь чудо Руси, потому что именно здесь дало необыкновенные плоды. Даже если говорить о том, предположим бы, но это мы вообще уже с вами фантазируем. Простите меня, зрители, за мои фантазии, искушенные и требовательные зрители. Но, скажем, даже бы, если мы с вами были бы, пошли путем западного христианства, предположим, вот уж каких-то крайних пределов, стали бы католической страной, как Чехия, Польша, Хорватия. Такой путь был вполне возможен для страны. Ну, во всяком случае, соблазны следования этому пути были, и они предлагались. И, скажем, наш народ и некоторых государственных деятелей того времени эти вопросы рассматривались. Но страна избрала иное, русский народ избрал иное. И наши отличия, скажем, мы были бы, наверное, так представлять, если бы пошли по западному пути, не думаю, что мы были бы, кстати, с вами большой страной. Я думаю, чтобы это было бы что-то нечто усредненное. Да, ну что, да простят меня там хорваты, кстати, или чехи. Ну, вот, вот были бы. С вами, кстати, согласны. Никто не говорит о чешской душе, о загадке там русской души. Никто ни в Китае, ни в Америке, ни в Африке, так сказать, многие, может быть, не подозревают в существовании таких стран. Но все знают Россию, все знают дух, все знают отличный от всего мира дух. В лучшем смысле. С вами многие эксперты согласны. Готовясь к программе, я прочел много материала, как раз вот тоже таких предположений, о которых мы сейчас сегодня говорим. И многие эксперты сходятся к мнению, что если бы Россия пошла католическим путем развития, то представляла бы собой сегодня небольшое государство на востоке Европы, только и всего. Территориально. А о духовной константе вы очень хорошо, на мой взгляд, сейчас сказали. Как вы считаете, что послужило, скажем так, основным приоритетом, как вы думаете, вот в принятии решения крещения Руси именно православным путем князем Игорем? Ведь очень много было миссионеров в тот период времени. И каждый искушал к своей вере, предлагая, я вот себе представляю даже эту картину, когда приезжают, предлагают всевозможные богатства, сулят, сулят какие-то интересные открытия, доход и прогресс. И тем не менее князь принимает такое решение. Почему? Знаете, начну издалека. Иногда путешествия по нашей стране, преодолевая расстояния, я удивляюсь порой тому, как и сейчас трудно путешествовать, преодолевать эти расстояния, как долг путь. И уделяюсь тому, что когда-то сотни, тысячу лет тому назад, люди преодолевали чьи же расстояния. И, хоть и тогда это было трудно, но на самом деле Россия не жила в изоляции. Если мы сейчас обернемся к тем годам, я не думаю, что наши телезрители полагают, что это была страна изобилия лесов, не сообщавшаяся ни с кем, и не ведавшая ничего, и не обладавшая по тому времени значительной культурой. Нет. Русь была открыта и северу, и югу, и востоку, и западу. Русичей нельзя было удивить чем-либо особенным. Все эти культуры были знакомы, с этими культурами уже соприкасались, но и в то же время оставались самими собой. В чем, почему святой князь Владимир и русский народ избрали Христа, будем так уж говорить, в восточном варианте, в православии, чем обусловлено это? Для меня можно приводить разумные пределы, да, и восхищение богослужением, и строем. И существовало еще к тому времени, как пример всему цивилизованному миру, Византийская империя, в то время как Запад лежал в действительной, в тьме и мраке, и разрухе. И эти дикие рыцари воевали друг с другом, в то время как Восточная империя, Константинополь, это было просвещенное государство, столица блестящая, с университетами, европейской культурой, с юстицией, судами и прочим, прочим, прочим. Но не поэтому, я думаю, что Русь пошла за Византией. Здесь я первое место отвожу Богу. Вот в том-то и чудо, что Русь, несмотря ни на что, избрала Христа. Она избрала правду. Как сердце откликнулось Владимира? Это только Господь мог внушить это. Да, при всех успехах греков, Византии мы знали и читаем сейчас и в летосписях ту характеристику, которую давали русские грекам, что Греция и суть скициды сего дня и прочие, прочие, это не самые приятные вещи. Но, несмотря на это, избрали правду. Потому что люди смотрели не на то, в каких руках правда находится, или жемчуг, или драгоценность. Они насмотрели на саму эту драгоценность и разглядели веру, истину в руках греков. Они ее увидели. Владимир святой ее увидел. Это величайший подвиг. Я считаю, здесь только Божье изволение, Божья милость к нашему народу. То есть это был не материальный выбор, это был выбор духовный. Не политический, потому что к тому времени все-таки Русь было это самодостаточное государство, довольно-таки далекие от каких-либо центров потрясений, и прекрасно, в принципе, умевшие улаживать всякие конфликты, и военные, и дипломатические, и политические, торговые, и имели власть, имели силы, имели средства. Но вот правды захотелось. И эта правда явилась. Здесь, конечно же, невозможно упомянуть о подвиге святой равноапостольной Ольги, которой часто мы говорим, приводим в пример нашим женам дорогим. Среди окружения языческого, среди такой некоторой духовной тьмы слепоты, она, можно сказать, чуть ли не единственная, посеяла зерна, и какие же плоды явились. Пусть она не увидела воплощение своих христианских идеалов в своем сыне, но внук, пусть не сразу, и то не сразу, осуществил то, во что она верила, на что надеялась. Так что и нашим дорогим женам, которые так мечтают о счастье, о свершениях во Христе, о счастье небесном, сеять эти семена, верить, молиться, любить, я думаю, если не дети, то наши внуки по нашему труду, как равноапостольный Владимир, все-таки познают истину. И вы совершенно правы, ведь христианство не по шелковому пути приходило, я имею в виду не шелковый путь, как известный нам исторический феномен, а я имею в виду гладкую дорожку. Ведь все-таки здесь, в России, язычество, традиционная религия сопротивлялась христианству. И, конечно, это большой труд преподнести новый мир, стране, в общем-то, довольно крупной и, конечно, такой неоднородной стране. Конечно же, этот процесс шел не один год и не одно десятилетие, но если сообразовываться с масштабами территории, с тем количеством людей, которые проживали, я считаю, что процесс христианизации, ну, наверное, он был один из самых безболезненных и бескровных. Хотя, конечно, какие-либо случаи были, тут отрицать тоже было бы, наверное, неверным, но все познается в сравнении, потому что мы знаем другие примеры и в Европе, и в древних частях света, когда это все делается буквально в смысле мечом, огнем, грубочайшей, жесточайшей силой. Слава Богу, Руси это все-таки не узнала. Вы вспомнили о княгине Ольге, безусловно, наверное, нужно вспомнить также о роли святого апостола Андрея, который тоже сыграл большую роль в христианской вере на Руси, в пригнесении. Здесь такое, я бы выдавал на первый план, понятие благословения. Для меня святой апостол Андрей это тот, кто благословил нашу землю. Вы знаете, как очень важно для человека, чтобы его благословили в дорогу, чтобы он взял благословение перед началом какого-либо трудного дела. Вообще, преподобный Амросий Оптинский, он так говорил, кто с благословением посеет, то с благословением и пожнет. И мы видим, то благословение, которое он, прозревая своими очами, дал нашей русской земле, оно принесло свой плод. Да, оно было разделено годами, веками, но благословение, если оно истинное, если оно действительно по духу святому было извлечено, оно не может быть отменено и не исполнится. И исполнение, мы этого видим, радуемся. Сожалеем о том, что было на протяжении этой истории горького, нехорошего, ошибочного, трагического в нашей жизни. Сожалеем, скорбим, каемся. И в то же время мы благодарим вновь и вновь паки и внаки, паки и паки создателя, творца Бога нашего, наших всех русских людей на протяжении этих лет, сотен лет, тысячелетий, потрудившихся для того, чтобы быть вместе с истиной. Спасибо вам большое, отец. Благодарю вас.